Прошедший 7 ноября на телеканале «Россия-24» прямой эфир с Рашидом Тимрезовым помог людям напрямую обратиться к руководителю региона со своими проблемами и получить надежду на их скорые решения. Так, жительницу Черкесской беспокоило отсутствие в республиканской столице площадок для маломобильных деток, из-за чего его ребенок был вынужден смотреть за забавами сверстников со стороны. Во время прямой линии она получила обнадеживающий ответ от главы Карачаева Черкесии и мэра региональной столицы. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мкце. Прямая линия с главой, как лакмусовая бумажка происходящих изменений, как возможность для людей корректировать какие-то предлагаемые руководством региона проекты. И если есть на что обратить внимание чиновников, жители непременно постараются это сделать. Так, одно из обращений к Рашиду Тимрезову касалось далеко не полностью доступной среды в республиканской столице. Вроде бы в городе делается многое, чтобы маломобильные граждане не чувствовали себя чужими. Тротуары, пандусы, остановки общественного транспорта, социально значимые объекты – все должно быть приспособлено для передвижения людей. Но заботясь об этом, порой можно упустить некоторые детали. Например, недостаточное количество игровых сооружений для маломобильных деток. И обращение к главе как раз касалось создания приемлемых условий по всему Черкесску. На данный момент в городе есть одна территория, полностью приспособленная для этой категории. На аллее добра в парке «Зелёный остров» для деток найдётся развлечение по их физическим возможностям. Да и само место располагает к тому, чтобы хотеть посещать его снова и снова. Во время прямой линии глава республики дал поручение городским властям, чтобы аналогичные условия появились и в других микрорайонах. Так, совсем скоро детские игровые комплексы планируется установить в этом притягательном для многих месте. Мы планируем уже в этом году установить в этом парке, парке юности, специальные приспособленные детские игровые элементы для детей с ограниченными возможностями. Сейчас мы прорабатываем разные варианты, как это будет выглядеть, где их установить, в каком месте. Постараемся в этом году уже здесь, на этом месте уже сделать. И на будущий год мы планируем на аллее Доватора что-то тоже такое сделать именно для этой категории детей. Ну а также, учитывая наши планы по благоустройству улицы Красноармейской, туда тоже в проект ввести корректировки, чтобы там эти элементы тоже были. В мэрии Черкеска пообещали, что перед установкой детских игровых элементов будут учтены такие нюансы, как удобство использования и качество оборудования. Кроме того, большое внимание уделяется доступности тротуарной зоны. Город постараются сделать удобным для передвижения различных категорий населения. Артур Мухцель, Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.